О настоящей хорошей архитектуре говорят, что это застывшая музыка. Прекрасные изделия художественной ковки вполне можно назвать песнями в металле. Профессия кузнеца, которой их изготавливают, окружена романтическим ореолом и требует очень многих качеств и талантов. И когда все это есть, да еще и присутствует горячее желание добиться намеченного, то все обязательно получится. Николай Михеев увлекся кузнечным делом благодаря игре случая. Он как-то зашел вместе со своим другом в кузницу. И вся ее атмосфера – огнедышащий горн, перестук молотов, летящие искры. И в результате появление кованого изделия – это произвело на него неизгладимое впечатление. Это меня так впечатлило, вот этот огонь, наковальня. И наш общий друг кузнец, он настоящий такой здоровый сибирский мужик. Это впечатлило, я попросился, меня приняли, и я начал этим заниматься. Сначала Николай работал подмастерьем, знакомился с азами кузнечного дела, нарабатывал ценный опыт. Эти знания и умения позволили ему идти от простого к сложному и наращивать свое мастерство. Сперва знания, потом умения, потом навыки появляются, какие-то уже более-менее устойчивые. Так и здесь, и как и в любом другом искусстве, вот кузнечное искусство, кузнечное творчество, оно не имеет каких-то границ, что ты уже, допустим, все умеешь. Просторы для творчества безграничны, и я считаю, что я только еще на начальном этапе, и в мыслях моих еще огромные планы. Работу мастера трудно назвать простым ремеслом. Это все-таки настоящее искусство, которое гармонично сочетает в себе элементы живописи и скульптуры. У кузнеца есть свой взгляд на вещи и свой неповторимый почерк. Его работы узнаются и приковывают к себе внимание. Он старается работать не просто для заработка, больше заниматься творчеством. Тут зависит, наверное, от того, что ты хочешь от своего искусства получить. Если ты зарабатываешь деньги, то здесь ковать даже часто не обязательно. Можно быть хорошим толковым сварщиком, собирать элементы, будут прекрасные перила, прекрасные заборы. Но если идти по пути творчества, то, конечно, здесь это все сложнее. Самая сложность – это, чтобы у тебя в голове это все созрело и сварилось. Работы Николая хорошо известны славянцам и гостям города. Это кованые скамейки с крыльями и самуром, сверчок со скрипкой в аллее любви, а также геодезист около славянского электротехнологического техникума и Чарли Чаплин у кинотеатра «Кубань». Эта последняя работа по проекту архитектора Дмитрия Могилкина была для кузнеца самой сложной. Но и результат порадовал. Отличная задумка не воплотилась бы в жизнь с таким блеском без мастера «Золотые руки» Николая Михеева. Ее, безусловно, можно назвать именно кованой скульптурой. Причем это нержавеющая сталь, которая очень трудно обрабатывается. И вот ушло на ее непосредственное воплощение только 9 месяцев. Это непосредственная ковка. Можно сказать, что 70% этой скульптуры изготовлены ковкой. Хотя я использую все методы обработки. Скульптура звезды мирового кинематографа Чарли Чаплина получилась удивительно привлекательной и живой. И чтобы этого добиться, понадобился серьезный многомесячный труд. Это была в самом деле очень сложная задача. И я очень волновался, получится или нет. Потому что сделать человека просто какой-то из головы – это одно. А найти какое-то сходство и добиться его – это была такая серьезная задача для меня. Николай Михеев вдохновляется шедеврами живописи и скульптуры знаменитых мастеров. Он считает, что впереди у него еще много новых, очень интересных работ. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.